страховаться для того, чтобы не попасть вообще в эту ситуацию? Ну, подстраховаться вообще сложно, потому что неизвестно, да, как себя повьет предприниматель через неделю или две. Но сейчас мы говорим, да, я думаю, что скрывать тут нечего. Информация эта уже прошла в СМИ, информация есть на официальном сайте арбитражного устава Свердловской области. Это индивидуальный предприниматель Каменецких Василий Сергеевич, да, который в период, как опять же, да, из документов следует, с 2020 года по апрель 2024 года ввел деятельность по оказанию услуг по сборке и монтажу мебели, а также ее розничную продажу. Ну, и вот за период с мая 2023 года по апрель 2024 года, да, как пишет арбитражный суд, 57 договоров было заключено, и все клиенты вот по этим 57 договорам недовольны. Они не получили кухонный гарнитур, который, собственно говоря, собирались получать. Предвещало что-то бедой или нет, не могу сказать. Читали отзывы или нет потребителей при заключении договора, не могу сказать. Вот, но у меня всегда совет один. Да, это сложно иногда бывает, особенно если мы говорим о кухне. Но, наверное, лучше покупать все-таки вот такие товары уже в готовом виде, да, или, по крайней мере, пусть они будут частично в готовом виде в сборе. Да, хочется. Ну, в этом случае тогда нужно доверять тем предприятиям, которые на рынке работают давно, их не так много, да, для того, чтобы не потерять свои деньги. Ну, и следующая история, это когда оплачивать минимальную сумму, оплачивать поэтапно. Часто бывает, как предлагают скидку, вот давайте вот там не 800, а 600, но сейчас и полностью, и, конечно, ну, вот 200 тысяч Ну, смотрите, 600 или 800, нужно вообще оценивать эту историю очень тоже критично, потому что, ну, дешевый сыр-то мы знаем где, да, бывает чаще всего, и слишком низкая цена, это показатель того, что что-то не то, либо низкое качество, либо организация находится в какой-то очень неприятной истории, когда нужно, нужны деньги, 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 например, да, это же пирамида. Взять у нового клиента, чтобы выполнить старый договор, скорее всего, да, и здесь сложно это, конечно, все оценить и предполагать, что так оно и есть, но если вы, цена договора большая, 600, 800, миллион, да, то, наверное, доверяйте, еще раз говорю, таким проверенным организациям, которые работают давно, вот, и еще, если уж вы заключаете договор с кем-то неизвестным, вот, да, кто, тот, кто вроде как бы, да, не рекламируется широко там в СМИ, да, где-то еще, и вроде как бы недавно работает, это первый раз вы услышали его название, то в этом случае нужно договариваться заранее, записывать это в договоре, например, такое условие, что как только я вам отдаю деньги, вы эти деньги тут же перечисляете фабрике, изготовителю. Потому что когда деньги поступают изготовителю, это уже какой-то гарант того, что изготовитель приступил к работе. В данном случае, скорее всего, деньги изготовителю и не перечислялись. А как это проследить? То есть по документам платежным? Просить документ, да, чтобы были представлены документы, были представлены координаты изготовителя, чтобы позвонить ему и спросить, здравствуйте, вот такой-то договор, по моему договору пришли вам деньги, вы уже приступили к работе. То есть этот процесс контролировать, держать вот это все в своих руках, условно говоря. Если вам скажет продавец, да нет, это так не принято, вообще это коммерческая тайна, я вам говорить не буду, ну до свидания. Эти 600 тысяч, да, кому-то, ну тогда дать 600 тысяч кому-то другому еще раз. Потому что, честно, предприниматель скрывать это не будет. Ему какая разница? Почему он должен? Он, во-первых, информацию об изготовителе обязан предоставить в силу закона. А какая, к черту, коммерческая тайна? Если мы говорим о договоре купли-продажи. Да, поэтому тут никакой тайны быть не может, а координаты этого изготовителя можно всегда найти в интернете. Например, а вообще лучше попросить. Насколько я понимаю, на сегодня, да, на сегодня действительно ситуация такая очень непростая. На сегодня у нас вот есть уже в арбитражном суде дело о введении процедуры реструктуализации долгов. Да, ну то есть пусть это будет называться банкротство, условно говоря. 10 августа 2024 года, то есть совсем-совсем недавно, в коммерсанте было объявление о том, что определением арбитражного суда Свердловской области 28 июня в отношении П. Каменецких введена реструктуализация долгов. Назначен управляющий. Но что меня настораживает? Вот из средств массовой информации следует, что пострадавших гораздо больше, чем сегодня мы видим в информации, которая размещена. Гораздо это сколько? Ну, тут сумма 7 миллионов за должность перед всеми клиентами. Я видела там что-то, по-моему, несколько раз больше в одной из статей. Поэтому что всем должникам, у них есть еще время, ой, почему должникам? Кредиторам, да, то есть тем пострадавшим. У них, вот если мы говорим о сроке, который начинает течь с момента объявления в газете «Коммерсант», то с 10 июня у нас есть два месяца. С момента опубликования введения реструктуализации долга есть у кредитора возможность заявить себя. Вот 57 человек в списке управляющего уже есть. Вы в этом списке или нет, уважаемые слушатели, если вы пострадали от этого предпринимателя, нужно проверить у этого управляющего, да? Значит, далее. Если объявления принимаются, еще раз повторяю, в течение заявления, в течение двух месяцев, адрес управляющего есть, опять же, в газете «Коммерсант» найдите, да? Прямо вот зайдите в интернет-ресурс и по фамилии найдете. Если вас нет в списке, то нужно обязательно заявиться. Предъявлять сейчас коллективные иски, обращаться с претензиями, обращаться с индивидуальными исками к этому предпринимателю смысла нет. Ваше дело не будет рассматриваться. Если оно сейчас находится в производстве, то оно будет приостановлено. Если его предъявите, то суд тоже его, скорее всего, естественно, рассматривать не будет. Потому что вот сейчас мы должны понимать, да, сейчас идет процедура, когда финансовый управляющий выясняет должников, суммы, цифры и так далее, да? И вот в этот период не начисляются никакие неустойки, никакие штрафные санкции, никакие дела не разрешаются. Приостанавливаются все взыскания по исполнительным документам, это тем, кто имеет уже на руках, может быть, решение судов. То есть это все очень сложно, это все очень серьезно. Поэтому нужно сейчас взаимодействовать с контрактным управляющим, с арбитражным управляющим, да, для того, чтобы эти вопросы решать. Действительно, ну, я уже сказала, да, проще купить то, что сейчас есть, стоит в наличии. Плюс семь, 953, 385, 09, 23. Интересное мнение от Леонида. Слышал об этой истории, знакомы попали в ситуацию, там им предприниматель, он не укрывался, был на связи, но постоянно им говорил, что да, да, заказ уже готов, но только проблемы с фурнитурой из-за санкций каких-то материалов не было. Ну, получается, что он не говорил правду? То есть с фурнитурой проблемы, ну, отдай без фурнитуры хотя бы, да? Ну, во-первых, пострадавшим что нужно сделать? Все-таки созвониться с фабрикой и узнать, написать им объявление, заявление, позвонить через электронную почту. Есть вот вообще такой ваш договор, ваш заказ в работе или нет? Если он в работе и он оплачен, для вас что-то сделают. Если нет, ну, насколько я знаю, пострадавшие или уже обратились в полицию, либо принимают решение об обращении в полицию, ну, насколько, опять же, я видела и читала, большая часть пострадавших уже обратились с заявлением в полицию. Здесь самое важное понимать, что... Но полиция-то будет заниматься? Ну, она обязана заниматься. Обязана. Будет или не будет, вопрос к ним. Оно обязано. Заявление есть, что, значит, да, должны заниматься. Здесь ведь очень важно понимать, что к ответственности будет, скорее всего, привлечен в том случае, если будет доказано, что он и не имел намерения исполнять договор. То есть он вот часть заказов, да, он исполнил, а потом просто набирал деньги и эти деньги не отправлял. Как пирамида финансовая. Не отправлял никуда. Отправлял их на погашение других долгов. Потому что основной кредитор у этого человека — банк. Там кредиты, там большие суммы. Я вообще не очень с какой-то хорошей перспективой смотрю на это дело для потребителей. Не хочется никого расстраивать, но все очень непросто. Там большие долги перед банком. Это я то, что вижу, опять же, вот в документах, которые опубликованы на сайте арбитражного суда. Ничего абсолютно не выдумывая, да. У нас, вот у меня в учреждении всего два обращения по поводу этого предпринимателя. Первое обращение — 21-й год. И оно уже касалось неисполнения договора в срок. 21-й год. Уже были звоночки. Что-то там не так. Доработал до 24-го. И последнее обращение совсем недавнее. Там обращение, связанное с недостатком, с браком. Но там его можно решить, обратившись к изготовителю. Тут мы минуем историю с продавцом, и к изготовителю мы сможем обратиться. Но сейчас ведь потребитель очень такой, скажем так, вдумчивый, да, и въедливый. Если что-то не так, сразу же все пишут отзывы негативные. Как правило, их больше, чем положительных. То есть с 21-го года, в принципе... Наверное, должны были быть отзывы. Были быть отзывы, не знаю. Не проверяли, не смотрели. По вашей практике, все-таки, если подобная ситуация... Вот можно, например, вот мы начали с истории, что 600 тысяч рублей заплатил потребитель, и вот эту сумму он может вернуть все-таки полностью? Если найдут имущество у должника, то да, вернут. Ну, когда... Какие сроки вообще? И если это имущество... И мы должны понимать, что основной там кредитор самый крупный, да, это банки. Возможно, что банки, естественно, они смогут взыскать свои суммы за счет заложенного имущества, да, то есть там что-то покупалось на эти деньги, ну, предположим, недвижимость, да, и они эти деньги компенсируют этой недвижимостью, если они в залоге. По всем остальным будут искать, искать, есть имущество или нет. И как раз управляющий, который назначен судом, утвержден судом, он как раз и будет выяснять. Еще раз повторяю, количество кредиторов, сумму, и потом уже вот все эти, условно говоря, долги сосчитать, а дальше уже разбираться, сможет он погасить их или нет. И если он не сможет их погасить, то его объявят банкротом, ну, и, собственно говоря, там все тоже не очень радужно. Сразу после рекламы в этой студии мы продолжим разговор. Я потребитель Реклама Только представьте, самые современные методы лазерной коррекции зрения. Только новейшее оборудование. Только опытные врачи со стажем более 20 лет. Только 21 пациентов получат скидку на лечение 50%. Микрохирургия глаза «Северное сияние». Екатеринбург, Высоцкого, 5. 226 00 55 Записывайтесь заранее в «Северное сияние». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Добрый день. Я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке. Осторожно! Это мошенники! МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от Форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть. Подпишись досрочно на «Комсомольскую правду» до 31 августа. На сайте «ШопКП», на сайте «Почты России» или в почтовом отделении связи. Сделай подарок. Подпиши родителей и друзей. Оформи все заранее и читай любимую газету. Реклама 12+. Рекламная служба радио «Комсомольская правда», Екатеринбург. Это программа «Я потребитель» в эфире радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы в прямом эфире отвечает директор муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три – это номер для ваших сообщений. Плюс семь триста сорок три триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три – это номер для ваших звонков. До рекламы мы говорили о том, что екатеринбуржцы пострадали от нерадивого предпринимателя. Он обещал им выполнить заказы по мебели, но сделать этого не удалось. Предварительный минимальный ущерб жителям города – порядка семи миллионов рублей. Но по источникам некоторых СМИ сумма ущерба может быть гораздо выше. А что касается возвращения, до эфира вы сказали, что шансы пятьдесят на пятьдесят, я так понимаю, что могут вернуть. Если будет сложно с банкротством, то и нет. В таких случаях вообще говорить какие-то прогнозы, наверное, не очень правильно. Если найдут имущество, то, соответственно, кому-то чего-то взыщут. Если нет, то, может, и не пятьдесят на пятьдесят, может, еще хуже. Не знаю. Эти вопросы нужно будет задавать уже управляющему. То есть сейчас заявиться ему, чтобы для того, чтобы он определил количество кредиторов, общую сумму. А потом уже начинал разбираться со всем остальным. Мебель. Насколько вообще рисковый, скажем так, заказ с точки зрения… Рисковый. До сих пор даже? Рисковый, да. Не, ну вообще мебель – один из самых претензионных товаров. Наверное, на месте, наверное, он стоит третьим после бытовой техники, одежды, обуви. Потом стоит мебель. Во-первых, очень много проблем с просрочкой передачи товара. Очень много проблем с качеством. Ну и вот такие истории тоже изредка всплывают. Мы, собственно говоря, ждали, когда у нас ушла с рынка Икея, которая закрывала очень большое количество потребностей наших потребителей в мебели. Мы ждали, что будет увеличение количества обращений. Ну, собственно говоря, мы это и увидели. Потому что потребитель, он же без мебели жить не будет, он идет к другому продавцу. Там где-то, к сожалению, дешево, относительно быстро. Да, просто там, где оно есть. Потому что, ну, на самом деле, рынок-то не переполнен отечественной мебелью. Да, да, она есть, и становятся изготовителей все больше и больше. И я не могу сказать, что нельзя найти. Нет, на самом деле, качество неплохое. И те изготовители, которые работали для Икеи, они сейчас стали самостоятельно, да, либо продавать, либо нашли других каких-то продавцов, кто торгует их товаром. Ну, ну, в результате производства, скажем так, найти можно, найти возможно. Почему нет? Но рынок все равно не переполнен предложениями. Вот. Цены не низкие. К сожалению. Поэтому и потребитель требовательный к товару. Ну, вот эта вот самая история, я не могу передать вовремя, потому что нет фурнитуры, потому что у нас санкции. Но эту историю вообще закрыть уже надо. Потому что в условиях санкций мы живем не первый год, и предприниматель, который занимается определенным бизнесом, тоже не первый год. Он либо ушел, закрылся, либо он научился работать в этой истории. Естественно, он должен все это прогнозировать, и предпринимательские риски, которые есть всегда, на то он и предприниматель, на свой страх и риск ведет деятельность, их нельзя перекладывать на потребителя. И вот это вот все нет, потому что санкции. Ну, уже это уже смешно, это уже даже не аргумент. Потому что, вот, еще раз говорю, каналы поставок уже, в общем, все нашли, либо новые, либо возобновили старые, либо работают с параллельным импортом и так далее. Татьяна пишет, почему такая большая стоимость на кухне? Зашла посмотреть это заказы в интернете, уже стоимость больше какие-то, да, отдельные заказы, миллиона рублей. То есть, понятно, вырос ценник, но у нас кухня уже миллион рублей стоит? Да нет, есть дешевле, значительно дешевле. Причем есть продавцы, которые продают готовую мебель, да, она не по индивидуальным размерам, она стандартная, но подобрать под стандартные кухни их можно, и такие продавцы в Екатеринбурге есть, нужно просто поискать. И там суммы, ну, в разы, вообще в очень большие разы дешевле, если мы говорим о миллионе. Миллион – это, конечно, импортные материалы, это, конечно, под заказ, куда входит еще и стоимость, например, того же дизайн проекта, да, она тоже не дешево. Скорее всего, миллион – это уже, возможно, с какой-то бытовой техникой встраиваемой, или уже встроенной, да, на тот момент, скорее всего. Ну, да, действительно, товар дорогой. Почему? Ну, скорее всего, да, материал не дешев, увы, к сожалению. Кто заплатит за плохо собранную кухню? Что-то сделали неправильно, из-за этого каким-то образом сила тяжести перекосила нам что-то, ну, вот отдельно шкаф проблемы с ручками, с дверями, кто там должен устранить? Я живу одна, уже возраст немолодой, кому обращаться? 371-53-48 нужно набрать, это телефон нашего учреждения, один из телефонов, 371-53-48, и записаться на прием, подойти со всеми документами, потому что, может быть, виноват продавец, может быть, виноват сборщик, который вам делал, да, то есть нужно с этим разбираться, нужно для вас оформить грамотную претензию к тому человеку, к тому лицу, который несет ответственность, это возможно сделать на личном приеме, поскольку человек, я так понимаю, да, пожилой, там, да, написано, да, да, поэтому проще подойти, чем писать, звонить и так далее, записывайтесь на прием, подходите, вам обязательно помогут все сделать. Такие вопросы решаемы, если субъект, который виноват, он осуществляет свою деятельность до настоящего времени, не скрывается, или вот не находится в состоянии реструктуризации долгов или банкротства. Кто контролирует услуги грузчиков, неоднократно сталкивались с тем, что завышают стоимость, условно говоря, хотели перевозить старую мебель, в итоге пришлось доплатить, ну, там, правда, больше на 500 рублей, но было неожиданно и, конечно же, неприятно, спорить не стали. С каждым этажом сумма увеличивалась. Ну, спорить не стали, это зря, спорить с ними надо, и спорить с ними надо уверенно, потому что чаще всего их требования не основаны на договоре, на любой... Вообще, для того, чтобы прежде чем оплатить любую услугу и заказать эту услугу, нужно узнать все условия и нужно заключить какой-либо договор. Вот, как только к вам приехали грузчики, нужно сразу же ставить условия, приезжайте с договором, который мы с вами распишемся до того, как мы начнем все сделать. Конечно, цена в том числе, естественно. Они пользуются тем, что ни договора нет, либо он неясный, либо потребитель как раз не хочет спорить, а иногда боится спорить, потому что, например, у нас были истории, когда потребители, две молодые девушки, а грузчики, они один больше, чем таких, как они, четыре штуки, условно говоря, поэтому боятся. Бывает и такое. Кто контролирует? Ну, надзор осуществляет с соблюдением законодательства защиты прав потребителей, управление Роспотребнадзора, если мы говорим про Свердловскую область, по Свердловской области. У нас есть подразделение Роспотребнадзора в городе Екатеринбурге. Но вы понимаете, вопрос-то в том, что они не контролируют цены. Они контролируют, прежде всего, безопасность услуг. И в условиях сегодняшнего моратория на проверке не нужно рассчитывать на то, что вы им позвоните, и вам вернут деньги. Вот. Все вопросы, собственно говоря, правильно это или неправильно, обсуждать не будем, но оно так. А если в полицию позвонить? Когда что полиция? Ну, вымогают, угрожают, то, конечно, в полицию. Да, в моменте нужно звонить. Не через три месяца, а вот именно в моменте сейчас. И как только вы начнете набирать телефон полиции, все угрозы тут же прекратятся, скорее всего. Еще раз повторяю, все-таки фиксировать в договоре, а когда этот договор не будет исполнен, тогда мы поможем эти деньги взыскать. У нас очень неплохая статистика по разрешению споров в претензионном порядке, поэтому все это на самом деле решаемо. Не нужно только, еще раз повторяю, создавать для них условия, когда они спокойно вас обманывают. Требовать прямо вот все, чтобы было оформлено как положено. Вот сейчас я прямо кулаком бью по столу. Вот интересная реплика от Светланы по поводу отзывов от производителей мебели. Читая отзывы, и такое ощущение, что сами производители мебели хвалят сами себя. Вот все-таки есть какие-то критерии, что это отзыв не фейковый, а это правильный, достоверный отзыв от потребителя конкретного, потому что то, что я читаю, очень мало негатива, что тоже настораживает. А если отзывы однотипно, красиво написанные, примерно с одной и той же риторикой, вы это почувствуете. Вот вы же это почувствовали, то, скорее всего, да, возможно, что эти отзывы заказные. Мне нравятся отзывы, когда есть какие-то ошибки, когда есть какие-то проблемы с русским языком, и обратная связь есть, условно говоря. Да, есть обратная связь. Да, вот тогда оно как-то так понятно, более-менее, да, что это писали люди, обычные те, которые имеют право на ошибки, с разной стилистикой письма, когда все красиво, все замечательно, стиль один, да еще и с оборотами литературными. Ну, то, скорее всего, конечно, это все заказы. Доверяйте своей интуиции, уважаемые потребители. Она иногда, чаще всего, и не подводит, когда мы говорим про отзывы. В завершении, на что мы обращаем внимание, ну, мы уже упомянули про отзывы, да, что еще нужно понимать, если мы хотим заказать мебели? Договор, очень грамотно составленный договор, где будут сроки, порядок оплаты, гарантийные сроки, будет ответственность за неисполнение установлена. И самое главное, все-таки настаивать не на стопроцентное оплате, а на оплате поэтапно, и на информации о том, кто изготовитель, и перечислены деньги изготовителю или нет. А проще всего договор нам прислать до его подписания, мы посмотрим, прислать нам на почту, например, или записаться, прийти на прием, мы посмотрим, и дадим адекватные советы. Такой договор стоит, подписывать или нет. Ну, и параллельно проверим еще количество жалоб на этого продавца или изготовителя. А есть какой-то реестр, условно говоря, там черных мебельщиков, которые мы ведем? У нас есть... Каждое обращение регистрируется в нашей базе, и мы спокойно нажатием одной кнопки можем найти, есть обращение в отношении конкретного продавца или нет. Спасибо большое на ваши вопросы в прямом эфире отвечала директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Спасибо. Я потребитель. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Никаких фейков. Только проверенная информация. На здоровье. Рекламная информация.